Гасанбей Гасанбей – одна из ярких личностей XIX века, сын владителя Абхазии Килишбея Чачба. Человек умный и храбрый. Еще при жизни отца отказался добровольно, отправив на владельство в пользу брата Сефербея. И за это получил в удел почти весь Сухумский округ. Пользовался большим уважением в народе и мог при благополучном стечении обстоятельств стать владетелем Абхазии. Историк Кавказовед Георгий Алексеевич Зидзария писал о нем, что без труда он пришел бы к власти, если бы на его пути не стояли бы русские штыки. Гумба Михаил Вахтангович – кандидат исторических наук. Окончил исторический факультет АГУ на красный диплом. Поступил в аспирантуру при Абиге имени Гули Академии наук Абхазии. Тема диссертации – военно-политическая история Абхазии конца 18-60-х годов XIX века по материалам Акак. Научный сотрудник отдела «История Беги» принимал активное участие в более 10 научно-практических конференциях, на которых выступал с докладами по проблемам истории Абхазии первой половины XIX века. Автор восьми научных исследований, в том числе трех монографий – Гасанбей, Кацман, Келешбей. В 2014 году Академия наук Абхазии награжден премием «Молодой ученый года». В 2015 окончил юридический факультет АГУ. Первое упоминание о князе Гасанбее в исторической литературе мы находим в 1804 году, когда владетельный князь Абхазии Келешбей распределял земли своего владения между своими сыновьями. Гасанбею в наследство он передал Абхазский округ между реками Кодором и Шисквара. Таким образом, в возрасте приблизительно 16 лет Гасанбей становится удельным князем обширного владения. Из народных преданий нам известно, что еще с детства Гасанбей отличался необыкновенной смелостью и бесстрашием. Его стремительность, способность нападать на противника сравнивали со стремительным прыжком рыси. В 1808 году, после трагической гибели владетельного князя Абхазии Келешбея, между братьями Гасанбея, князем Асламбеем и князем Сефербеем, вспыхивает противостояние за владение Абхазским престолом. Гасанбей принимает сторону Асламбея. Однако после событий 1810 года, когда при помощи российской военной силы была взята штурмом крепость Сухум-Кале и владетельным князем Абхазии стал Сефербей, Касанбей определенное время поддерживает с ним деловые отношения, помогая ему в управлении страной. Как отмечал французский путешественник Оль Гибаль, на народных собраниях, где собирались знатные абхазские князья и дворяне, владетельный князь Абхазии Сефербей появлялся со своим братом Гасанбеем и многочисленной свитой. При этом, как свидетельствуют источники, знатные абхазские князья и дворяне для решения своих проблем большей своей частью подходили именно к князю Гасанбею, что свидетельствует о том, что у Гасанбея было намного больше авторитета в народе, чем у его брата, владетельного князя Сефербея. Для того, чтобы укрепить сотрудничество с Гасанбеем, Сефербей отдает ему на воспитание своего сына Константина. Нужно отметить, что поддержка Сефербея в какой-то степени была выгодна и самому Гасанбею, так как, будучи братом владетельного князя Абхазии Сефербея и племянником непокорных цивильдинских князей Маршан, князь Гасанбей занимался торгово-контрабандной деятельностью, а российское военное командование вынуждено было закрывать на это глаза. Князь Сефербей часто выезжал из Абхазии к своим родственникам в Мегрелию. При этом управление страной он передавал в руки своего брата Гасанбея. Так произошло и в 1817 году, когда Сефербей в очередной раз выехал из Абхазии, а управление страной он передал своему брату. Князь Гасанбей подплывал на своем судне к Сухумской крепости для того, чтобы принять управление. Однако вдруг неожиданно по судну князя Гасанбея из Сухумской крепости был дан пушечный выстрел. Ядро пролетело в опасной близости от князя и чуть не убило его. Удивленный таким приемом, князь Гасанбей посылает в Сухумскую крепость посыльного, но не успел посыльный доплыть до берега, как по судну князя Гасанбея был дан второй пушечный выстрел. Это заставило князя Гасанбея остаться на судне. Вернувшемуся из поездки владетелю Абхазии князю Сефербею было немедленно доложено о случившемся. Сефербей провел собственное расследование, которое выявило, что поступками коменданта Сухумской крепости майора Щелкачева руководили месть и злоба по отношению к князю Гасанбею. Выяснилось, что Гасанбей приютил в своем килосурском владении беглого крестьянина-эмеретинца, который принадлежал майору Щелкачеву. Майор Щелкачев потребовал выдать беглого крестьянина, на что Гасанбей ответил ему отказом, мотивируя это абхазским обычаям не выдавать беглецов. Таким образом, майор Щелкачев затаил на Гасанбея месть и злобу и решил расквитаться с ним при первом же удобном случае. Владительный князь Абхазии Сефербей отправил ходатайство на имя главнокомандующего на Кавказе генерала Ермолова с просьбой арестовать и наказать майора Щелкачева. Однако расследование, проведенное царской военной администрацией, встало не на сторону князя Гасанбея, а на сторону майора Щелкачева. Такое отношение к просьбе владительного князя Абхазии свидетельствовало о недостаточном к нему уважении со стороны царской военной администрации. Но и князь Сефербей проявил непринципность, так как не довел дело до государя-императора. В этих условиях Гасанбей увидел, как слаб его брат перед произволом царской военной администрации. Это заставляет его осмысленно перейти на сторону феодальной оппозиции. Более того, Гасанбей создает собственную партию. Данное обстоятельство еще более усугубило и без того тяжелое положение Сефербея. Против него начинают вспыхивать феодальные смуты. Сефербей обращается за помощью к российскому военному командованию для того, чтобы они помогли ему навести спокойствие в Абхазии. В частности, Сефербей обращается за помощью к генералу Курнатовскому. Я хотел бы вам зачитать источник, в котором генерал Курнатовский дает свою характеристику дел в Абхазии. В частности, он дает свою характеристику владетелю Абхазии князю Сефербею. Абхазский владетель на самом деле еще слабее в управлении своим народом, нежели как сам о себе пишет. Так, что не смеет почти показаться народу, не хотящему ему повиноваться. Главнейшая причина такого неповиновения есть то, что настоящий владетель утвержден всем званий без дальнейшего исследования о преданности к нему абхазцев, народа горсткого, вольного и воинственного, и с коим управиться трудно и тому, в ком нашлось бы более твердости и благоразумия. К сей причине, по всей вероятности, можно присовокупить и то, что абхазцы более привержены к меньшему по отцу, брату, владельца, Гасанбею – твердому, предприимчивому и храброму. Генерал Курнатовский оказывает военную помощь князю Сефербею, и на какое-то время в Абхазии удалось добиться спокойствия. Однако князья и феодалы делали лишь вид, что подчинялись Сефербею. Постоянное нервное напряжение истощило здоровье владетеля, и 7 февраля 1821 года князь Сефербей умирает. После смерти Сефербея остро встал вопрос, кто же будет следующим владетелем Абхазии. И здесь, уже на политической арене, появляется князь Гасанбей Чачба. Уже на следующий день после смерти владетеля Абхазии, крестьяне, соседствующие с Сухумской крепостью селения Эшеры, подвластное князю Гасанбею, собрались в количестве 200 человек и совершили нападение на русскую команду, посланную в лес за дровами. Шум от перестрелки был услышан в Сухумской крепости, и комендант Сухумской крепости майор Могилянский посылает на выручку команде роту пехоты с одним орудием. Восставшим удалось скрыться, однако уже на следующий день восставшие покушались на форпост у самой крепости. С большим трудом Могилянскому удалось отразить это нападение. Могилянский докладывал на имя главнокомандующего на Кавказе генерала Ермолова о том, что в Абхазии вспыхнул бунт, цель которого посадить на Абхазский престол князя Гасанбея Чачба. Майор Могилянский начинает производить аресты в окрестных от Сухума селениях для того, чтобы выявить зачинчика бунта. Узнав об этом, князь Гасанбей прибывает со своей свитой в Сухумскую крепость, где у него состоялась аудиенция с майором Могилянским. Гасанбей потребовал от Могилянского немедленного освобождения своих подданных. Могилянский вынужден был подчиниться и пообещал Гасанбею освободить арестованных. Между тем, слух о восставшем Гасанбее стал известен по всей Абхазии. Это внушало определенные опасения царскому военному командованию на Кавказе, в частности, главнокомандующему на Кавказе генералу Ермолову. Я хотел бы вам зачитать источник, в котором генерал Ермолов дает свою характеристику князю Гасанбею. Что интересно, эту характеристику генерал Ермолов дает еще при жизни владетельного князя Абхазии Сефербея. Гасанбей – ревностный мусульманин, человек зверского характера, злодейскими свойствами своими, снискавший доверенность и сильную партию между хищническими народами, которому и теперь дается помощь деньгами. Турецкое правительство воспользуется его расположением, и он сделается владетельным князем, нашим коварнейшим врагом. Царская военная администрация начинает срочную переписку с Петербургом для того, чтобы из Петербурга прибыл старший сын князя Сефербея, князь Дмитрий, который находился при дворе императора. А временной правительницей Абхазии Царская военная администрация назначает вдову князя Сефербея, княгиню Тамару. Данное обстоятельство еще более усугубило положение дел в Абхазии, так как вдова была нелюбима Абхазами. Княгиня Тамара постоянно просила помощи, но помощь могла прийти только из Сухумского гарнизона, численность которого была ничтожно мала для того, чтобы навести порядок в Абхазии. В этих условиях Гасамбей становится фактическим владетелем Абхазии. Царская военная администрация принимает решение устранить Гасамбея с политической арены. В этих условиях главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов дает приказание коменданту Сухумской крепости Могилянскому схватить и арестовать князя Гасамбея. Майор Могилянский приглашает князя Гасамбея в Сухумскую крепость под предлогом обсуждения абхазских дел. Ничего не подозревающий, князь Гасамбей прибывает со своей свитой в Сухумскую крепость. Но не успел Гасамбей переступить порог Сухумской крепости, как на него набросились солдаты. Гасамбей был схвачен и арестован. Свита князя Гасамбея, услышав подозрительный шорох, бросилась на помощь своему князю. Однако и свиту Гасамбея удалось обезоружить, при этом двое цибельдинских князей были заколоты. Напрасно были доводы Гасамбея о его преданности к России. Гасамбей напомнил майору Могилянскому о том, как он помогал русским солдатам, которые попали в плен горцам. Как он спас отряд капитана Огоркова, который следовал из Сухумской крепости в Редуткале и по дороге попал в засаду. Эти доводы оказались неуместными. Князь Гасамбей был арестован и отправлен в Тифлис в сопровождении поручика Бочкарева. А из Тифлиса Гасамбей был отправлен в Сибирь. Вначале в Томск, а затем в Иркутск. Генерал Горчаков просил генерала Вильяминова, помощника генерала Ермолова, чтобы генерал Вильяминов освободил князя Гасамбея из-под ареста, так как генерал Горчаков понимал, как это негативно скажется на положении дел в Абхазии. Однако генерал Вильяминов посчитал восстание в Абхазии меньшим злом, чем свободу его лидера. Между тем, главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов докладывал министру иностранных дел Российской империи Карлу Неслероде о поимке злейшего врага Российской империи князя Гасамбея. Я хотел бы вам зачитать этот источник. Князь Гасамбей, человек предприимчивый, свойств неукротимых, порте приверженный и ею ласкаемый, имея сильную партию, мог бы теперь похитить обладание Абхазии, схвачен генералом Вильяминовым. Нужно поскорее обратить князя Дмитрия в Абхазию, ибо нет сомнения, что без владителя партия Гасамбея произведет беспокойство. Напуганная княгиня Тамара также просила генерала Вильяминова освободить князя Гасамбея, однако генерал Вильяминов ответил ей отказом. Я хотел бы вам зачитать письмо генерала Вильяминова княгине Тамаре, в которой генерал Вильяминов мотивирует свой отказ. Не полагайте, чтобы Гасамбей был арестован за беспорядок, происшедший по кончине вашего супруга и убийства нескольких солдат. Я знаю совершенно, что в всем ничтожном происшествии он немало не участвовал и даже находился в отлучке. Вы должны не ходатайствовать об освобождении Гасамбея, а желать сколько можно удаления его вовсе из абхазской земли. Между тем в Абхазии вспыхнуло восстание. Братья арестованного Гасамбея, Ростомбей, Таирбей и Баталбей, князья Маршания и Иналпа были неумолимы. Они требовали немедленного освобождения князя Гасамбея. На имя главнокомандующего на Кавказе генерала Ермолова пишет письмо сараскир Османской империи Хальжи Салах-Паша, который просил генерала Ермолова освободить князя Гасамбея как турецко-поданного. На что генерал Ермолов ответил ему, чтобы Турция не вмешивалась во внутренние дела Российской империи, так же, как и Россия не вмешивается в дела соседних турецких пашалыков. В этих условиях для координации действия восставших Турция посылает в Абхазию князя Асланбея. Как писал историк Кудрявцев, у восстания не было лидера, но вскоре он явился в лице неугомонного Арсланбека. 11 сентября 1821 года Асланбей со своими знаменами проезжает у самых ворот Сухумской крепости, а комендант Сухумской крепости капитан Михин, который сменил майора Могилянского, не осмелился даже сделать вылазку. В этих условиях из Петербурга прибывает старший сын князя Сефербея, князь Дмитрий. Генерал Ермолов приказывает генералу Горчакову подавить восстание в Абхазии. С большим трудом генералу Горчакову удалось подавить абхазское восстание, и 30 ноября 1821 года была дана торжественная присяга абхазских князей и дворян новому владетелю Абхазии, князю Дмитрию. Однако князь Дмитрий после долгого проживания в Петербурге позабыл абхазский язык и абхазские обычаи. Он имел еще меньше авторитет в народе, чем имел его отец князь Сефербей. Не проходит и года, и от болезни князь Дмитрий умирает. В этих условиях по ходатайству главнокомандующего на Кавказе генерала Ермолова император на пост владетеля Абхазии назначает брата князя Дмитрия, князя Михаила. Однако на тот момент князь Михаил был очень юным, ему было всего 16 лет. У него не было никакого политического опыта управления страной, не говоря уже об авторитете. В этих условиях князь Михаил и его мать, княгиня Тамара, начинают просить царскую военную администрацию о возвращении из сибирской ссылки князя Гасамбия, так как они понимали, как это смягчит отношение к ним. После многочисленных просьб молодого владетеля царская военная администрация в лице генерала Паскевича, который в 1826 году сменил генерала Ермолова, ходатайствует перед императором о возвращении из сибирской ссылки князя Гасамбия, который был возвращен по высочайшему повелению в Абхазию в 1828 году. Князь Гасамбий после возвращения из сибирской ссылки поселяется в своем келосурском владении. В первое время он редко выходит за пределы своего владения. Его выход ограничивается лишь посещением Сухумского базара. В саму крепость князь не заходил, опасаясь повторной измены. Вот что по этому поводу писал французский путешественник Фредерик Небуа де Момпере. Князь приблизился к воротам Сухумского базара для того, чтобы поговорить с комендантом крепости. В крепость князь не вошел. Так поступает он всегда, опасаясь измены. Это был действительно кавказский разбойник. Не только у него на поясе висели два больших пистолета, но, разговаривая, он еще играл третьим, с таким дьявольским видом, как будто хотел сказать, не трогайте меня или берегитесь. Но вскоре князь Гасамбий по-другому воспринимает происходящее вокруг него событие. Он создает отряд абхазской милиции и вместе с ней принимает участие в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Принимает участие в осаде крепости Поти, за что получает чин майора и золотое оружие за храбрость при осаде крепости. Заслуги князя Гасамбия были особо отмечены генералом Паскевичем, которому Гасамбий оказывал неоценимые услуги. После окончания русско-турецкой войны, которая завершилась подписанием Адрианопольского мирного договора, при штабе Кавказского командования создается так называемая Абхазская экспедиция, в цель которой входило изучение внутреннего быта Абхазии, нравов, обычаев и религий народа. Также в цель Абхазской экспедиции входила прокладка дороги между Гагрой и Анапой. Однако этому мешали события в самой Абхазии, так как страну лихорадило. Турецкие агитаторы, недовольные условиями Адрианопольского мирного договора, проводили подрывную деятельность среди абхазского народа. Данное обстоятельство усугублялось еще и тем, что на тот период владетель Абхазии князь Михаил отсутствовал в стране, так как еще в 1827 году молодой владетель подвергся внезапному нападению крестьян и чудом остался в живых благодаря российской военной силе. В этих условиях на территории Бзыбской Абхазии формируется отряд под командованием Таирбея Чачба, к которому примкнули 3000 цибельдинцев. Абхазия была на пороге большой смуты. Данное восстание сумел остановить только возвращенный из сибирской ссылки князь Гасанбей. Что интересно, Гасанбей сумел остановить это восстание, используя лишь свой авторитет, без малейшего кровопролития. Вот что по этому поводу писал историк-краевед Константин Мачавариани. Абхазия была оставлена на произвол судьбы. Владетельный князь Михаил удалился в Мегрелию. В Абхазии фактически во власти русских оставалась Сухумская крепость. Асламбей продолжал волновать Абхазию. Абхазию успокоил только возвращенный из Сибири по просьбе Михаила Гасанбей-Чачба. А вот что по этому поводу писал главнокомандующий на Кавказе генерал Паскевич. Вследствие одного еще нового обстоятельства оно разыгралось бы неизбежно кровавой драмой над Сухумом и, может быть, над самим князем Михаилом, если бы Гасанбей не постарался всеми мерами оттянуть этот кризис до прибытия наших войск. В 1830 году более окрепший в политическом плане князь Михаил возвращается в Абхазию. Михаил предлагает своему дяде князю Гасанбею стать владетельным князем, однако Гасанбей принародно отказывается, понимая, что предложение было притворным. Гасанбей лишь просил Михаила вернуть ему земли, дарованные ему еще его отцом, князем Кележбеем. Михаил был вынужден согласиться, так как были еще живы люди, которые могли подтвердить справедливость требуемых Гасанбеем земель. На службе русского правительства Гасанбей проводит миротворческую политику. Генерал Паскевич считал Гасанбея более достойным на пост владетеля Абхазии, чем князя Михаила. Я хотел бы вам зачитать источник, в котором генерал Паскевич дает свою характеристику положению дел в Абхазии, в частности он дает свою характеристику князю Гасанбею. Хотя сия часть земли более 30 лет считалась под влиянием нашего правительства, но мы не имели средств удерживать онную в повиновении. Притом владетель Абхазии не есть настоящий наследник сего достоинства, а признан и утвержден всем звании единственно по ограниченным и неверным сведениям, которое здешнее начальство имело об упомянутом крае. По праву первородства сан владетели Абхазии должен принадлежать кому-либо из дядей князя Михаила, из коих один Гасанбей по несправедливому подозрению в неблагонамеренности против России был ошибочно с распоряжения генералов Ермолова и Вильяминова схвачен и отослан в Сибирь, откуда, возвратясь по высочайшему повелению в 1828 году, удерживает один в продолжении четырех лет спокойствия в Абхазии, доказывая тем и приверженность свою к нам, и власть, которую он имеет над народом. Власть князя Михаила действительно была очень слабой. Фактическим владетелем Абхазии был Гасанбей. В 1830 году в Абхазию секретной миссии прибывает барон Аш. Цель его была ознакомление с будущим местом штаб-квартиры расположения российских войск. В помощь к нему был представлен майор Гасанбей Чачба. Заслуги князя Гасанбея не ускользнули от внимания нового главнокомандующего на Кавказе, барона Григория Розена, который также высоко оценивал роль князя Гасанбея. Я хотел бы вам зачитать источник, в котором барон Розен дает свое видение положению дел в Абхазии. Забочаясь о благоустройстве разных частей, обширного, высочайшему мне вверенного края, я с приездом моим в Тифлис обратил особое внимание на Абхазию, могущую по положению своему на берегу Черного моря и богатству естественных произведений достигнуть в высшей степени благосостояния. «Дабы иметь точное понятие о настоящем положении, я вызвал одного из значительнейших тамошних князей, подполковника Гасанбея Чачба. С ним вместе прибыл и владелец, полковник Михаил Чачба». Как видим из письма, барон Розен поставил князя Гасанбея на первое место. Вскоре между князем Гасанбеем и князем Михаилом вспыхнул раздор. Этому способствовало следующее обстоятельство. Под властными князя Михаила был убит один из вассалов князя Гасанбея. Князь Гасанбей со своей свитой отправляется в Кутаиз для того, чтобы подать жалобу. Однако по дороге князь Гасанбей был остановлен людьми князя Михаила. Бесстрашный князь Гасанбей не дал себя захватить и дал бой людям владетеля. В результате этого боя Гасанбеем был убит один из приближенных князя Михаила, дворянин Халим Лакрба. Родственники убитого дворянина Лакрба потребовали возмездия. Князь Михаил встал на сторону родственников убитого, призывая князя Гасанбея подчиниться. Однако князь Гасанбей открыто смеялся над притязаниями своего племянника, утверждая, что это его право жестокого отмщения против покушения на его особу. Князь Гасанбей понимал, что царская военная администрация встанет на сторону князя Михаила, так как все-таки он был владетельным князем. И в этих условиях Гасанбей обращается за помощью к черкесам, открыто угрожая своему племяннику их набегами. Гасанбей заявил Михаилу, что черкесы будут наступать на него с трех сторон – со стороны гор, со стороны моря и со стороны суши. Напуганный князь Михаил начинает укреплять свое имение в Лыхнах. Лишь при помощи вмешательства российской военной администрации удалось добиться примирения князя Михаила с князем Гасанбеем. После этого примирения князь Гасанбей впервые после возвращения из сибирской ссылки вошел в Сухумскую крепость, где он поклонился в могиле своего отца. Долгое время в Абхазии ходили слухи, что в окрестностях Сухума есть залежи свинцовой и серебряной руды. Русское военное командование обратилось за помощью князю Гасанбею как к удельному князю этих мест для того, чтобы он оказал помощь. Так как для русских геологов пребывание в горах было небезопасным, князь Гасанбей предпринимает следующую уловку. Он переодевает русских геологов в абхазскую одежду и дает им сопровождение в количестве 20 человек. С этим сопровождением русские геологи поднимаются вверх по Кудорскому ущелью и приносят образцы свинцовой руды, которой оказалось недостаточно для того, чтобы ее разрабатывать. Следует особо обратить внимание на то, как жил князь Гасанбей. У него был двухэтажный дом из дуба и ясеня. Убранство князя Гасанбея напоминало убранство восточных падишахов. В Гасанбее была многочисленная прислуга и многочисленная охрана, состоящая в основном из абхазов и турок. Охрана князя Гасанбея стояла у дверей его дома и готова была прийти на помощь своему князю по первому его призыву. Князь Гасанбей занимался активной хозяйственной деятельностью. У него было огромное количество крупного и мелкого рогатого скота. Также у Гасанбея имелась земля для пахоты. Также у князя Гасанбея имелись суда для мореходства и рыболовства. Нужно отметить, что князь Гасанбей был хозяином обширного и одного из самых богатых в Абхазии кедлосургского базара, который насчитывал более 50 лавок. При кедлосургском базаре имелась своя пекарня, своя кофейня, оружейных дел мастерская и ювелирных дел мастерская. Вот как этот базар описывал путешественник Поль Гибаль. «Самый крупный, самый богатый из всех в крае. Здесь сконцентрирована вся торговля, и товары там бывают круглый год. Абхазцы приезжали туда купить продовольствие и привозили излишки продуктов. На рынке было более 50 лавок». Нужно отметить, что Гасанбей был большим покровителем контрабандной торговли. У князя Гасанбея были обширные связи с турецкими контрабандистами, которые в ночное время суток прибывали к берегам Абхазии. Там их встречали люди Гасанбея. Нужно отметить, что князь Гасанбей был большим поклонником оружия. Стены комнат дома Гасанбея были украшены многочисленным оружием, так как холодным, так и огнестрельным. При этом самым любимым оружием князя Гасанбея была сабля Золинген, которая была подарена ему еще его отцом, князем Кирижбеем. С этой саблей была связана целая история, так как эта сабля была потеряна князем Гасанбеем во время его ареста в Сухумской крепости в 1821 году. Князь Гасанбей предпринял большие усилия по возвращению этой сабли по возврату своему из сибирской ссылки. Он обращается с ходатайством на имя главнокомандующего на Кавказе барона Розена с просьбой, чтобы ему вернули отобранное при аресте оружие. В противном случае князь Гасанбей потребовал компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Данное обстоятельство поставило в сложное положение царскую военную администрацию, так как сумма, затребуемая Гасанбеем, являлась доходом целой губернии. Дело дошло до самого императора, и император России Николай I приказал во что бы то ни стало отыскать шашку Гасанбея. Благодаря усилиям российских военных чиновников сабля Гасанбея была найдена и торжественно возвращена Гасанбею в 1832 году. Вот что по этому поводу писал военный историк Василий Потто. «Просьба его дошла, наконец, до самого государя, и император Николай рыцарским чувством оценил всю важность утраты азиатского князя и приказал во что бы то ни стало разыскать шашку». Таким образом мы видим, как высок был авторитет князя Гасанбея при дворе самого императора. В 1835 году в Абхазию секретной миссии прибывает барон Федор Тарнау. Цель Тарнау была изучение внутреннего положения дел в Абхазии. Также Тарнау интересовали дороги, ведущие из Абхазии в Геленджик и из Абхазии на Северный Кавказ. Для этого барону Тарнау нужно было установить связь с нужными людьми, коим в первую очередь являлся князь Гасанбей. Для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на князя Гасанбея, барон Тарнау при первой аудиенции с ним даже переоделся в абхазскую одежду. Вот что по этому поводу писал историк Кавказовед Георгий Алексеевич Цезария. «Для Тарнау было очень важно приобрести расположение этого в самом деле незаурядного человека, а тем более заслужить его доверие. Гасанбея лучше иметь приятелем, чем врагом. Вражда с ним была весьма опасна, если учесть широкие связи князя с горцами». С помощью князя Гасанбея барон Тарнау намеревался попасть в Цибельду. «Нам неизвестны последние годы жизни князя Гасанбея. Нам лишь известна записка управляющего имениями семьи Чачба Александра Пахомова, в которой он пишет, что после аудиенции у владителя князь Гасанбей остановился в селе Ачадара, где он был отравлен крестьянином Хакутсом Шамба. Возвратясь домой в Хиласур, князь Гасанбей умер. Таким образом, мы можем предположить, что князь Гасанбей был отравлен. Также мы можем предположить, что определенную роль в смерти князя Гасанбея сыграл и владетель Абхазии, князь Михаил, так как отношения между Михаилом и Гасанбеем были натянутыми. Князь Михаил очень ревностно относился к тому, что у Гасанбея было больше авторитета в народе и больше уважения при царской военной администрации. Также князь Гасанбей имел большое влияние на цивильду. Такого влияния на цивильду князь Михаил не имел. Мы можем также предположить из источников, что князь Михаил неоднократно покушался на жизнь своего дяди, руками своего дворянина Хасана Ман. Я хотел бы вам зачитать источник, в котором главнокомандующий на Кавказе барон Розен предостерегает князя Михаила от дальнейшего покушения на жизнь своего дяди. Человека, вредного для общества, который должен быть вами наказан за многие преступления, здесь имеется в виду Хасан Ман, и в особенности за то, что он посягает на жизнь вашего родного дяди, полковника князя Гасанбея. Явное покровительство ваше сему может навлечь вам новые справедливые неудовольствия со стороны вашего дяди и возобновить те беспокойства в Абхазии, которые могли быть вредны и даже всему вашему дому. Как видно из источника, князь Михаил неоднократно покушался на жизнь своего дяди. Князь Гасанбей умер в 1838 году, о чем свидетельствует надгробная плита. Он дослужился до чина полковника, и мы можем предположить, что он дослужился бы и до более высокого звания, если бы не его преждевременная смерть. Ему было всего 50 лет, приблизительно 50 лет. Нужно сказать, что Гасанбей оставил после себя знаменитое потомство. Его сын, князь Дмитрий Гасанбеевич, был полковником русской армии. Он принимал участие в Крымской войне. В частности, он принимал участие в Ингурском сражении. Известно его знаменитое письмо турецкому военачальнику умер паше. А внук князя Гасанбея, сын Дмитрия, князь Георгий Дмитриевич, достиг ошеломительных успехов. Он был губернатором Тифлийской губернии. Он был приближен к императорскому двору и был женат маргалитическим браком на вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери Николая II. Благодаря усилиям внука Гасанбея, Георгия Дмитриевича, в 1907 году с абхазского народа была снята виновность. Я считаю, что доклад Михаила Гунба прекрасный. И тут что можно чуть добавить, это то, что в абхазском народе не Гасанбей, он известен как Хасанбей. То есть, если абхазцев стариков говорить, о Гасанбея они не понимали бы. И второе, значит, он оказал большое содействие Тарнаву, российскому разведчику. Вот, желательно было рассказать, какое содействие оказал Гасанбей, разведчику Тарнаву, для разведки, для разведдеятельности на Северном Кавказе? Ну, в принципе, когда мы пишем о Гасанбее, мы в скобках всегда пишем Хасанбей. Как бы это такая некая транскрипция. Ведь, в принципе, имя Гасанбей появилось в российских источниках, а, конечно же, его звали именно Хасанбей. И всегда, когда мы пишем о нем, мы в скобках всегда приписываем Гасанбей в скобочках Хасанбей. Что касается деятельности барона Тарнаву, конечно, она была очень обширная и в Абхазии, и на Северном Кавказе. И хотелось бы, конечно, подробно о ней рассказать, но регламент мне, к сожалению, не позволяет сделать этого. Эта тема, можно сказать, отдельной следующей лекции. Деятельность барона Тарнаву. История абхазских владителей, как правило, драматична, и история Гасанбея не исключения. Прожив долгую, наполненную трагическими событиями жизнь, Сынки Лешбея чаще бы остался в памяти народа, как достойный гражданин своего отечества. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok